В России разворачивается международный цирковой скандал. Его участники – знаменитый дрессировщик, директор Большого московского цирка Эдгард Запашный и всемирно известный цирк Дюсселей. Все началось на заседании Совета по культуре и искусству при президенте России. Запашный выступил против строительства постоянной площадки для канадского цирка в Москве. И Владимир Путин это мнение поддержал. Риев анонсировал, что в 2019 году в Сколково будет открыта стационарная площадка канадского цирка. Я считаю, что это неприемлемо, я считаю, что это неправильно. Никто не мешает им приезжать сюда с временными гастролями, они уже больше 10 лет сюда ездят. Но это точно негативно скажется и не только на российский цирк, но и на российский спорт в том числе. Я могу вам передать письма и подписанные от Ильи Авербуха, который прекрасно осознает эту проблему. Мы знаем, что на постоянной основе кадры как спортивные, так и наши культуры переманиваются в этот цирк. А при строительстве стационара, такой базы, они еще и школу здесь свою откроют. При всем при этом, я даже примерно не помню, чтобы хоть раз был создан прецедент, например, по открытию чего-то русского, например, в том же Монреале. Большого московского цирка или Большого театра, филиала музея Эрмитаж. Нас туда не пустят. Скажут, приехали, отработали, спасибо домой. А мы здесь, во времена, когда Канада очень активно вводит против нас санкции, мы вдруг почему-то становимся гостеприимными. При всем при этом, мое убеждение, что эти инвестиции, которые сейчас господин Гуцериев собирается вкладывать и уже вложил, были бы более полезными для нашего, для российского искусства. Дюссали, это на постоянной основе. Это то же самое, о чем говорил Андрей Сергеевич. Это борьба, по сути, это борьба за рынок. Это правда. И распахивать ворота уж так совсем. Ну, не знаю, стоит. Конечно, зритель хочет посмотреть, но я, скорее всего, на вашей стороне. Посмотреть это одно, а давайте им здесь развиваться на нашей почве, на нашей базе. Это совсем другая история. Моя позиция очень близка к вашей. С этим отдельно поразбираемся. В цирк Дюссалей в ответ на обвинение Запашного заявили, что площадка в Сколково не станет стационарным театром. Ее будут арендовать. Цирк Дюссалей, напомню, основан в 1984 году. Сегодня компания насчитывает более 4000 человек. Они работают в разных трупах, которые дают представление в нескольких точках мира одновременно. Первые гастроли цирка в России состоялись в 2009 году. В московской публике показали шоу «Варикай». Одна из особенностей представления цирка Дюссалей – в них не задействованы животные. На арене выступают только люди. В чем причина противостояния? Обсудим это, собственно, сейчас с главным участником конфликта. В прямом эфире по скайпу к нам присоединяется Эдгард Запашный, генеральный директор Большого Московского государственного цирка. Эдгард, приветствую. Здравствуйте, здравствуйте. Эдгард, ну вот сейчас вы слышали, как Путин вас поддержал. Ну что, значит, все отлично, проблема решена, никакого Дюссалей цирка не будет. Вы довольны и счастливы? Нет, я не хочу сейчас акцентировать внимание на этом, дабы я безумно благодарен нашему президенту за то, что он меня поддержал и понял проблематику происходящего. Но меня удивляет то, о чем вы сейчас говорили, что мы не будем постоянными, мы будем в аренду. Скажите, пожалуйста, а у нас Макдональдс на каких условиях в стране существует? У него собственные здания или они арендуют площадки по всей нашей стране? Вот вам и ответ, что вот это вот циничное подменивание фактов, как это принято за рубежом, уже перекидывается на русскоговорящих людей, которые представляют эти компании. Цирк Дюссалей уже на протяжении 25 лет арендует площадки в Лас-Вегасе, стационарно стоит, полностью вытеснив практически американских конкурентов, американских коллег цирк. В Лас-Вегасе он просто-напросто не представлен. Хотя традиции американского цирка в разы превышают по времени, нежели канадского. Но этот цирк-гегемон, он миллиардер, он умеет красиво заходить, он правильно упакован. И меня, конечно, поражает, что они занимаются подменой понятий. Эдгард, одна из претензий, насколько я понимаю, защитников животных, например, в России, она заключается к вам именно. Она заключается в том, что Запашный выступает против цирка Дюссалей, потому что цирк Дюссалей не использует животных, а Запашный известный дрессировщик, который работает традиционно с животными. И дальше, вот вне зависимости, я пока оставляю в стороне дискурс о том, правильно обращайтесь с животными, неправильно, нормально это, ненормально. Но в любом случае это наступление до другого, вашего конкурента. То есть это вопрос конкуренции. Вы выступаете все-таки в каком качестве здесь? Как участник рынка или как патриот? Я сейчас высказываю свою позицию, прежде всего, как гражданин страны. И моя реакция будет точно такой же, если кому-то взбредет в голову стадион Лужники передать футбольному клубу Реал Мадрид, потому что мы должны создавать конкуренцию. Я точно так же буду реагировать, если кому-то взбредет в голову открыть здесь филиал Лувра или Театр Ласкала. Все то же самое будет мною сказано. И поэтому я считаю, что мы создаем плохой прецедент. Но я поспешу сейчас расстроить и, может быть, даже разочаровать поклонников цирка Дю Салей, которые считают, что в конфликте изначально заложено присутствие животных и кардинально другие позиции. У одного из владельцев цирка Дю Салей собственное конное шоу на территории Канады, которое пользуется безумной популярностью. Поэтому это абсолютно никак не связанные вещи. И этот конфликт очень часто искусственно надуман. Слава Богу, цирк Дю Салей никогда не был замечен в том, чтобы принимал позицию, что цирк должен быть исключительно без животных и что они вообще считают это неправильно. Там здравомыслящие люди у руководства, которые нормально относятся к понятию человека и животного и имеют даже собственные конные шоу. А вот радикальные люди, которые как раз по-другому свою жизнь не видят, пользуются незнанием информации и пытаются конфликт перевести именно в это русло. Поэтому это не соответствует действительности. Эдгард, насколько я понимаю сейчас, тем не менее, в конфликт, скандал, в ситуацию со строительством, возможным строительством площадки цирка Дю Салей вмешались уже некоторые российские известные бизнесмены. На ваш взгляд, с чем это связано? Это просто связано с тем, что решение уже на самом деле принято. Помимо вашей гражданской позиции, что здесь еще есть? Все-таки, предположим, будет сказано нет, чтобы не сказал Путин, мы будем строить эту площадку. Что вы тогда будете делать? Ну, подождите. Если Путин сказал нет, это не значит, что частный инвестор в ружье на исполнение. Это уже дело каждого. Это послушать президента или не послушать. Мы живем в свободной стране. И сегодня Песков прокомментировал, сказал, что мы не имеем права вмешиваться в чужой бизнес. Я выразил свое мнение как государственный чиновник, как гражданин своей страны, как артист. В конце концов, а президент меня поддержал. Господин Гуцериев или любой другой бизнесмен, они являются частными предпринимателями. И закон никак не ограничивает их вкладывать деньги туда, куда они хотят. Поэтому, если этот проект состоится, меня это просто как гражданина будет очень сильно расстраивать. Потому что я считаю, это неправильно, это неприемлемо. Надо заниматься развитием собственной культуры. Надо помогать собственным гражданам. Тем более, что культура, в принципе, у нас датируется всегда по остаточному принципу. И денег всегда не хватает. И, пожалуйста, инвестируй. Но самое главное, если ты хочешь зарабатывать деньги на культуре, у тебя есть все для этого. Большой московский цирк уже не однажды доказал свою коммерческую составляющую. Мы не бюджетная организация. Мы работаем с прибылью. Если в нас инвестировать, нам помочь, мы создадим конкуренцию цирка Дюссалей во всем мире в самое кратчайшее время. Потому что мы можем делать шоу и с животными, и без животных. И наша гастрольная деятельность проходит во многих странах. В позапрошлом году мы собрали 20 тысяч зрителей в Пинляндии, 25 тысяч зрителей в Латвии, 15 тысяч в Эстонии, 40 тысяч зрителей в Дубае. И это ли не бизнес? Просто надо помочь чуть-чуть раскрутиться. Надо не стесняться вывозить русский продукт за рубеж, помогать, инвестировать. И все будет хорошо. Хочешь зарабатывать на культуре? Да ради бога. Но ты же можешь параллельно делать и хорошие дела. Да, ведь русский балет, русская опера, русский цирк по-прежнему являются узнаваемым брендом во всем мире. Эдгард, Эдгард. Эдгард, нам тяжело и нам сопротивляются во всем мире. Эдгард, смотрите. Мы это видим. Эдгард, я прошу прощения, что перебью. Просто мы разговариваем. Так вот, в развитии разговора я правильно понимаю, что если, например, государство захочет вложиться в ваш цирк, то вы, в частности, готовы активно развивать программы без животных? Поскольку, насколько я понимаю, все-таки тенденция в мире абсолютно очевидна. Это отказ от активной дрессуры и от шоу с животными. Нет, это заблуждение. Дело в том, что популярность большого московского цирка каждый год только растет. И прежде всего за счет потока туристов. Мы на сегодняшний день уже видим примерно 50% проданных билетов. Это все люди, которые приезжают к нам в страну, у которых все это запретили, но они с этим категорически не согласны. Дальше. Прямая конкуренция. Цирк Дю Салей и любое другое цирковое шоу в этом году летом показали, что шоу без животных проигрывают в буквальном смысле слова. Этим летом в Сочи на двух площадках работало шоу Гии Эрадды Королевского цирка, в котором порядка 150 животных. И параллельно цирк Дю Салей работал на одной из ледовых олимпийских объектов в Сочи. Так вот, цирк Дю Салей там горел синим пламенем. Я лично присутствовал на шоу, на котором было, ну дай бог, человек 700. Но это прямо в лучшем случае человек 700. А шоу Гии Эрадды, где заполняемость была максимальная 2000 людей, прошла при 60 аншлагах. Поэтому вот эта тенденция, про которую вы сейчас говорили, она больше в воспаленных умах тех людей, которые в принципе хотят изменить этот мир и начать это с цирка, потом перетинуться на зоопарк, потом перетинуться на домашних животных. Это такой склад ума. Их небольшое количество, этих людей, но они очень активные. В этом году Большой Московский цирк посетило более 700 тысяч зрителей. Это почти на 50 тысяч зрителей больше, чем в прошлом году. И я повторяюсь, наша цифра только растет. И количество представлений, и количество зрителей, и собранные средства у нас только идут наверх. Эдгард, ну то есть получается таким образом, что вот в любом случае то, что вы сказали, особенно там о государственных дотациях и до этого, да, вы говорите как гражданин, но получается, что все-таки ваш экономический интерес, безусловно, здесь тоже присутствует. Согласитесь? Послушайте, пожалуйста. Цирк Дюссалей уже 10 лет на нашем рынке. И за 10 лет я ни разу не позволил себе говорить, что им здесь делать нечего. Уезжайте, собирайте свои манатки. Это неправда. Мы параллельно работали несколько раз. Они ставили свой шатер или работали на малой спортивной арене Лужников. Это в 10 минутах от Большого Московского цирка. И поверьте мне, их уровень заработка с каждым шоу все меньше и меньше. Потому что люди давно уже распознали, что это игра заморская баклажанная. Вот и все. В тех городах, в которые они приезжают в первый раз, они действительно пользуются безумной популярностью. Точно так же, как в свое время мы установили рекордную очередь Макдональдс. И она до сих пор нитем не побеждена, эта рекордная очередь. Но люди видят, насколько это продукт обыкновенного качества со своей спецификой. Детям так там в принципе не интересно. Потому что через 10-15 минут одни и те же акробаты просто-напросто надоедать начинают. И это тоже общепризнанный факт. Поэтому они ищут новые формы. Они ищут новых инвесторов. У них не получилось в Китае. У них не получилось в Японии. У них много где не получилось. И для них Россия это очень привлекательный рынок. Потому что здесь у нас пока они диковинно. Я еще раз повторю. Икра заморская баклажанная. Эдгард, спасибо большое. Мне осталось заметить только, что, как вы правильно заметили, рекорд московской очереди в Макдональдс не побит. Но самой очереди давным-давно нет. Давным-давно рассосалась эта очередь. Эдгард Запашный, генеральный директор Большого Московского государственного цирка, был на прямой связи со студией RTVI. Он довольно подробно рассказал о сути нынешнего конфликта вокруг цирка Дюссулей.